С легкой руки Сергея Павловича Толстого Каракалпахстан Приравнивался к Египту Он назвал Каракалпахстан как Среднеазиатский Египет Потому что на территории республики расположено огромное количество памятников Как древности, так и средневековья, и более поздних периодов И одним из известных памятников является комплекс Мездахкан Который расположен на территории Хадилинского района Восточный холм сегодня представляет действующее кладбище Называемое среди населения Назламхан Сулу Назламхан Сулу состоит из множества архитектурных памятников Которые сегодня представляют как культурную, так и историческую ценность Одна из известных памятников это Мавзолей Мазлумхан Сулу И Мавзолей Шамуннаби А также известный холм Жумар-Кастап С древних времен, когда религия здесь была зороастрийская Люди поклонялись к холмцу, богу Митра Холм представлял тоже какое-то сакральное место И эту сакральность свою сохраняет и в более поздний, в исламский период По сегодняшний день По типу захоронений увидеть, какое население, какой народ здесь проживал Можно заметить преемственность культур более древних традиций Кочевнических традиций Допустим, сегодня мы можем заметить деревянные конструкции, называемые конем Мы знаем более ранний период, когда еще ислам не был распространен Умерший всадник, он захоронен был вместе со своим конем и инвентарем Как будто на том свете они могли бы пригодиться Но в исламский период все эти традиции были трансформированы И обрели более такой символический характер Мы находимся у входа в мавзолей Мазлом Хан Сулу Памятник XIII-XIV веков Один из самых уникальных в Центральной Азии памятников Который представляет собой подземное архитектурное сооружение Которое находится на 7-метровой глубине И только купол находится на поверхности земли И давайте посмотрим, как выглядит мавзолей изнутри Памятник изучался несколько раз с конца 20-х годов В 1928-1929 году здесь был профессор из Санкт-Петербурга Якубовский Который обнаружил захоронение И его фотографии, текст из этого захоронения Был прочтен русским ученым Некрасовым Где говорится, я прислужница рая То есть по тексту ученые предполагают, что здесь захоронена молодая девушка Здесь, когда уже отсутствуют тексты исторические Ученые прибегают к легенде, согласно которой Здесь была похоронена молодая пара Девушка и молодой человек, которые были влюблены друг в друга Но ученые предполагают, что это место, Мазлумханслу, мавзолей Было суфийским кельем или построено как ханака И совершали суфийские традиции И вот если обратимся к безмолвным свидетельствам истории К эпиграфическим данным Мы можем увидеть такие тексты В дату на пути из Ургенча Это недалеко отсюда Гурганч Прибыли в эту обитель Бахадар Мухаммад и Бек Мухаммад И этот бедняк, который находился на услужении упомянутых друзей Цель в том, чтобы оставить по себе след Ибо не вижу я убытия постоянства Вот может какой-нибудь просветленный великодушно помолится за деяние дервиши Яхья Варданзи Мы знаем Варданзи Это поселок недалеко от города Бухары Вот тексты, которые, значит, язык персидский И его опубликовали в сборнике эпиграфика Узбекистана Посвященный Кракопахстану Том, Востоковеды Бабаджанов и Камень Рахимов И датировка 1141 год Информация о том, кто сюда совершал паломничество из Варданзи Таких эпиграфических данных не так много На этом памятнике, но имеет очень культурно-историческую ценность КОНЕЦ